итак мы прибыли на мыс сирвы миссары вот маяк это то есть получается самая крайняя . архипелага даже всего получается она выступает на юг по карте очень сильно но не знаю повезло ловили нет но здесь да как вы видите туман то есть тоже считается одно из таких мест которые обязательно надо посетить да вот этот маяк сарвы будет буду его звать сорвы по если что не так вы уж простите и вот мы движемся по дороге пока которая ведет соответственно к самой этой южной точке и между этой точкой и латвии 33 километра то есть получается что если бы здесь был бы мост покидать архипелаг было бы нам удобнее именно через вот мост мы бы выехали бы в колки и сколки приехали бы обратно к нам могли бюрмала засказать ли в риме вот как там есть фотографии ты 960 году построен этот маяк но на данный момент маяк утратил свою свою значимость как маяк потому что уже маяки как именно которые подают световые сигналы не нужны больше кораблям вот я говорю к сожалению к сожалению виды носа рима шикарный но сейчас на мы их давай они от нас немножко укрыты туманом но так немножко в тумане видны лебеди что есть плавают и вот сейчас пройдемся насколько уж можно в глубину посмотрим по этой косе вон там вдалеке видно попытаемся пройти максимально близко хорошую погоду виды здесь классные и это еще один из моментов что а вот здесь фортификационные сооружения батареи остатки не был где двойным если кто-то желает может посетить то что здесь было были достаточно ожесточенные сражения но вот мы движемся по этой узкой полоски суши но к ему собственно говоря я показываю вот белый экран основной молитвы дает мотив таков что приезжая на то же самое вот сарама вы обязательно смотрите если вам если вы приезжаете на несколько дней как только хорошая погода посещайте вот именно вот этот вот мы сары посещать холм мельниц ну хотя холм мельниц это графический обычный музей там не знаю хоть считается привычательностью но и утес панга вот тут при солнечной погоде как говорится есть разница до божественно потому что учитывая что расстояние на юг до латвии 30 километров до то есть мы должны были бы видеть родину ирбинский пролив который разделяет балтийское море и рижский залив то есть вот получается если я правильно ориентируюсь где юг здесь север здесь встречаются воды рискован залива и балтийского моря то есть как бы грубо говоря вот там у меня он там получается риски залив а там вот там получается уже балтийское море это ербинский пролив их разделяет и нас есть но утки полетели есть ролик усколки который вот как раз показывает место встречи но там нам повезло там там хотя бы тумана не было если бы не было бы тумана то было бы все более-менее нормально вот этот туман он и дожди это главный бич балтии потому что очень тяжело предугадать как вам повезет или не повезет с погодой вот как раз остатки фортов такой вот небольшой футуристический пейзаж и вот где-то там к сожалению тут абсолютно не видно где-то там должна быть вдалеке латвия но собственно говоря мы осмотрели все основные природные достопримечательности царема к сожалению мы не побывали на холме мельниц но так как сегодня вы сами видите как нам повезло с погодой еще одна достопримечательность на открытом воздухе я не знаю нужна ли она нам надо обычный этнографический музей под открытым небом который описывает житие коренных островитян жителей сарема может качество всего вот весь а весь архипелаг потому что тут не только сарома тут много крупных островов саромах и юма потом есть муху остров через которых вы попадаете на сарма куда приходит паром и множество мелких островов но все они вместе зовутся монзунский архипелаг но еще чуть-чуть пройдусь покажу стану формально на крайней точке и покажу вам крайнюю точку монзунского архипелага да здравствует балтийская погода до 5 минут назад дождь через светит солнце через 10 минут может быть опять дождь да вот за до дождь идет солнце светит до грибной в марте но зато маяк более-менее показался с этой стороны вот еще раз инфраструктура мышцы сара а вот лодочка там есть и вот при когда сон солнце появляется я вам так скажу что картинка становится гораздо веселее все оживает вот два лебедя но собственно говоря лебеди не редкость носа рима и тут просто какое-то дичайшее количество этих лебедей вообще живности тут много ну и еще так бонусом посещению мыса сырая можно заметить то что тут можно встретить не только летающих представителей фауны но и водоплавающих а вот как мы попали в период размножения тюленей и вот лежит маленький тюлененок беляк мы к нему не подходили чтобы не спугнуть так издалека зум навели вот лежит себе балдеет родители мы видели потом плавают в воде причем они ничего не боятся вон посмотрел но и бог с вами ладно буду лежать дальше они тут под наблюдением тюлени их сколько раз уже предупреждали что типа к маленьким не подходите они лежат и контролируют и вот такое вот место выбрал этот тюлени малыш чтобы отдохнуть но мы его не тревожили обошли его и пошли дальше вот хорошо вот отсюда подходят волны балтийского залива отсюда подходят волны балтийского моря и вот это место которое встречает той стороны на том конце ирбинского пролива находится полка на латвийский кто-то мысль который выступает то есть вот весь риск и залив мой балтийское море место классная вот можно посмотреть приезжать на дыру но погода вот главная погода ну понятно жалко что туман если бы вы просто дождь то ладно вот еще туман все закрыто вот рижский залив а вот тут видно хорошо вот они встречаются слева направо справа налево идут вот они встречаются волны то есть ну что есть что посмотреть на саром а есть что посмотреть это еще мы не ходили по куче мелких пляж и мелких всевозможных сейчас и не сезон по ним ходить ну летом будут да потому что вот посмотрите я под так что но мы направляемся к машине а вот не теленди там плавает большой 2 по-моему где вот там далеко не видно будет на камеру двое плавают появляется гордость под воды и уходит а я хочу хотя бы увидеть его за год а да 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 все еще и вот вполне возможно что это родители вот тогда они могут нам надо поддавать так что пойдем отсюда все я бы хотела бы так что видишь наверное было возможно нам и ездить и тюлени но но так здесь брат или да ну то ли волны ушли то ли куда-то ну в общем есть то что посмотреть если вам понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал приезжайте на сары на что посмотреть до новых встреч в эфире я